Здарова! Зовут меня Димон, все спрашивают. И решил я посетить этот старый-старый баян о сравнении дешёвой или гитары по доступным ценам и дорогой гитары. И сравню я сегодня гитары, которые сейчас на юзанном рынке, на бэушном, стоят примерно в 10 раз, отличаются по цене. Шектер и Гибсон. О Гибсоне я уже писал видео. О Шектере я хотел написать отдельное видео и ещё до сих пор не решил для себя писать его отдельное или нет, но хотелось бы написать его отдельно, потому что гитара удивила меня. Обычно меня трудно удивить гитарами, которые я могу купить за 450-500 долларов на бэушном и за 800 долларов в нулячую. Но эта гитара меня удивила, я хотел бы даже поговорить и не отдельно. И я, скорее всего, это видео сделаю. Это видео сейчас мы сравним с вами, как эти гитары играются. Даже не как играются. Сейчас мы с вами сравним, как они звучат по звуку. Хотя я всегда пытаюсь доказать, что на ютюбе разницу в звуке, если услышишь, то минимальную. И это не показывает вообще всей той сути гитары, которую, допустим, можно получить, когда играешь на гитаре. А это именно самое главное. Но мы с вами об этом поговорим ещё. Давайте, может быть, даже разделим это на пару видео. В этом видео мы послушаем и поговорим в общем. А в следующем видео я вам расскажу именно разницу между тем, почему люди коллекционируют и покупают дорогущие гитары. Хотя гитары могут быть и примерно такого же качества. Ну, не качества, ладно, давайте я немножко здесь не буду туда сильно уже заходить. Но не качества, но, допустим, функция одна и та же. И причём, может быть, даже то, как эта гитара играет примерно одинаково, но что это не будет в 10, а то и в 20 раз дороже. Ну, давайте послушаем. Сначала я вам сыграю на чистом звуке. Я не буду играть на бридже на чистом звуке. Я сыграю вам на средней позиции, то есть на двух. И потом на неке я сыграю тоже на чистом звуке. Играл я вам сейчас. Пытался вспомнить даже некоторые композиции, заучить там за пару часов до этого, как я их записывал. Потому что обычно я вам играю, это я барабаны вставляю, в ютюбе набираю, барабанная партия, там, 120 ударов в минуту, и просто импровизирую. Многие сектанты на меня напали за это и сказали, там, в барабаны не попал. Лажи много. Ну, в барабаны не попал, я барабаны первый раз слышал. Я ж не знаю, какие они там будут, поэтому не попал. Я считаю, заученную партию вам играть я могу. У меня есть заученные партии, которые я играю всю жизнь. Я вам их могу сыграть, но это, как бы, нечестно, мне кажется. Тот, кто, допустим, там, ютюбер сидит, который выучит кусок. И он его сидит неделю учит. Он себя мастером. Он себя представляет вам, как идеологом техники. И вот вам кусок он выучит, неделю будет сидеть, часами. Так как работы у него другой нет. И потом он вам покажет этот кусок в идеале. Ну, а если его попросить симпровизировать, он не будет. Я поэтому люблю импровизировать. Я всегда импровизирую. Я уже в последнее время не заучу никакие партии. Но здесь я вам сыграю то, что известно многим. Чтобы, может быть, звук как бы сравнился там. Или как-то так, как мне кажется, что песня или музыка, которая известна большинству, ее уже слышали на многих гитарах и так далее. Если на этих гитарах сравнивать, то, может быть, покажется именно разница в звучании. Ну, давайте сейчас послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дюма Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА